Готовь сани летом, а телегу зимой. Этого принципа придерживаются региональные сотрудники чрезвычайного ведомства. Они приступили к ежегодной подготовке к сезону паводков, наводнений и пожарной опасности. Первый этап тренировки спасателей прошел на побережье в селе Охотское. Подробнее смотрите в материале Дмитрия Петрова. Проблесковые маяки и специальной техники тут видно повсюду. По дорогам несутся кареты скорой помощи и спасателей. По протоке на специальном катере в зону подтопления выдвинулись два плавсредства. Эта техника должна доставить пострадавших в безопасное место. Одно из основных спасательных средств сотрудников общества Захаринской области судно на воздушной подушке Хиевус-10. Именно на нем спасают пострадавших из зоны бедствия. Однако и у этой техники есть свои ограничения. При скорости ветра больше 13 метров в секунду ее даже не будут выгонять из Атгара. Также существуют ограничения и при волнении моря. Новая вводная для участников тренировки. А значит в бой выдвигается авиация. При эвакуации замечен пострадавший в акватории залива. Принято решение о спасении его авиации МЧС с применением вертолета Ми-8. Зависнув над акваторией из воздушного судна на помощь к условному пострадавшему спускается спасатель в специальном костюме. В таком и ветер не страшен, и в холодной воде не замерзнешь. Спустя пару минут утопающий уже оказывается на борту вертолета. Всего в рамках данных учений на первом этапе задействуются более 15 единиц техники, в том числе авиационный вертолет Ми-8 МЧС России, а также более 40 единиц людей. Из них более десятка спасателей прибыли из Корсаковского района. Они подбирали наиболее выгодную для тренировки локацию, где можно отработать максимум навыков личного состава. Но главная задача сотрудников МЧС – предотвращение опасности. В основном в работе мы больше уделяем внимание предварительным работам. То есть это вскрытие рек, окувечивание, зачернение льда. Очернение льда мы производим вдоль берегов, песко-соляной смесь, для того, чтобы солнцем проплавило лед. И при взломе льда лед уже был независим от берега. То есть савонно проходил по устью. Подвижной пункт управления – сердце любой спасательной операции. Здесь командный состав решает, куда и какое количество сил и средств перебросить для спасения максимального количества пострадавших. Качественная спязь – залог хорошей спасательной операции. Для этого в подвижном пункте управления есть спутниковая тарелка, которая позволяет связаться через космос с главным управлением МЧС по Сахалинской области, а также с Москвой. Информация передается отсюда как в аудио-видеорежиме. Работает у нас сейчас на прямой связи находится старший оперативный дежурный центр управления кризис-ситуациях. Также есть возможность нам выйти на национальный центр. Мы можем с ИДДСами связаться, муниципальных образований. То есть машина очень удобная, приспособленная для работы в зоне чрезвычайной ситуации. Всероссийские командно-штабные учения для сотрудников МЧС проводят в два дня. Первая тренировка была оценена руководством управления высокой отметкой. Цели тренировки достигнуты. Оценивают тренировку на хорошо. Слаженность подразделений службы 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 в рамках тренировки также оценивается хорошо. Однако помощь пострадавшему населению – это не только спасение жизней. Пострадавшее население также сегодня в течение дня может обратиться за выплатами. Это будет отработка, это будет второй учебный вопрос по выплатам пострадавшего населения. Пострадавшее население выплаты сможет получить через МФЦ, через госуслуги, либо придя напрямую в муниципалитет комиссию по оценке ущерба. Второй этап всероссийской тренировки спасателей пройдет 6 марта. На полигоне Пушистый в Корсаковском районе будут проверять готовность к пожароопасному сезону. Дмитрий Петров, Алексей Нестеров, Дмитрий Прокошкин, Солнце ТВ.